Как стать хакером? Стоит понимать, что хакер в кино и хакер в настоящей жизни это совсем разные люди. Сегодня я расскажу, кто такие хакеры и как стать одним из них. Помимо этого, вы узнаете, что именно нужно учить и делать, чтобы стать хакером, а также я подскажу, где можно достать и выучить все необходимые знания комплексно. Так что, если ты хочешь стать хакером, возможно даже этичным, про это чуть позже, то это видео будет для тебя очень полезным. Поэтому, ребята, слушайте внимательно, будет занимательно. Для начала, что такое хакинг? Это искусство взлома всевозможных систем и доведения данного процесса до высот технического изячества. Хакер – это индивидуум, который получает удовольствие от изучения деталей функционирования компьютерных систем и от расширения их возможностей, в отличие от большинства пользователей компьютеров, которые предпочитают знать только необходимый минимум. Это энтузиаст программирования, получающий удовольствие от самого процесса программирования, а не от теоретизирования по этому поводу. Простыми словами, это гуру компьютерных систем. Во-первых, давайте сразу уясним, что выражение «карьера в кибербезопасности» немного похоже на выражение «карьера в банковском деле». То есть, это общий термин, охватывающий десятки ниш в отрасли. В кибербезопасности мы можем, например, говорить о цифровой криминалистике или об обнаружении вредоносных программ, программного обеспечения, аудите безопасности, пентестинги, социальной инженерии и многих других направлениях. Каждая из этих подкатегорий в рамках кибербезопасности заслуживает отдельного видоса. Но для целей конкретно этого видео давайте сосредоточимся на некоторых важных общих требованиях, которые необходимы каждому, прежде чем приступить к успешной карьере в области IT-безопасности. То есть, грубо говоря, чтобы стать хорошим хакером. Если у тебя нет опыта, то не стоит волноваться, все мы с чего-то начинаем. Никто не рождается со всеми необходимыми навыками. Давайте сначала разберемся с тем, какие в принципе бывают хакеры, то есть их классификации. Первая – белая шляпа, то есть этичный хакер. Хакер, которого все представляют, получает несанкционированный доступ целью поразить систему, в то время как этичный имеет официальное разрешение и законными способами оценивает состояние безопасности целевой системы. Цель этичного взлома – это выявить слабые и уязвимые места системы, чтобы компания могла их исправить. Этичный хакер документирует все, что он делал. В начале тысячелетия крупные компании и правительственные организации поняли, что с хакерами надо не воевать, а сотрудничать. Пусть это не полностью исключает атаки, но сильно снижает их количество. Вознаграждение зависит от размера компании и уровня ее безопасности. Вот несколько примеров. В Tesla готовы заплатить 10 тысяч долларов каждому, кто найдет брешь в их безопасности. Вознаграждение Pinterest стартует с 50 долларов. Верхняя граница – полторы тысячи долларов. Предел разового заработка при взломе Dropbox – чуть меньше пяти тысяч долларов. А вот Facebook имеет фиксированный тариф за бак – 500 долларов. Однако многие компании просто не могут позволить себе такие расходы на безопасность, поэтому приходится обращаться не к опытным хакерам, а к простым пользователям. Происходит это при помощи специальных платформ. О том, что это за платформы и какой величины рыбы там обитают, я расскажу чуть позже в этом видео. Как спойлер, скажу, что если вы будете учиться и станете хакером, даже не очень хорошим, то такие сервисы можно использовать для подработки. Второе. Черная шляпа. Это классический хакер. Здесь, я думаю, все понятно. Это взломщики. Профессиональные хакеры, основная задача которых – это взлом компьютерной системы с серьезными целями, будь то кража или подмена хранящейся там информации. В общем случае, для того, чтобы осуществить взлом системы, необходимо пройти три основные стадии. Исследование вычислительной системы с выявлением изъяновней, разработка программной реализации атаки и непосредственно ее осуществление. Естественно, настоящим профессионалом можно считать того хакера, который для достижения своей цели проходит все три стадии. Третье. Серая шляпа. Человек, который получает несанкционированный доступ, но при этом раскрывает компаниям их слабые места. Часто это просто анонимные любители, которые хорошо знают свое дело и не желают никому зла. Четвертое. Скрипт Кидди. Человек без технических навыков, который просто использует готовые инструменты. Большая часть хакерских видео в ютубе нацелена именно на таких хакеров. К таким инструментам относятся различные брутфорсы, парсеры и другой софт, который обычно сливают в разные тематические формы. Если ты пользуешься таким и смело называешь себя хакером, то лучше остуди свой пыл. Полноценным хакером ты не считаешься. Пятое. Хактивист. Человек, который взламывает систему, преследуя при этом какую-то идею. Обычно такие хакеры оставляют публичные сообщения, и они, чаще всего являясь командами, гораздо известнее других хакеров. Для работы в сфере информационной безопасности, легальной или не совсем, необходимы базовые знания в IT. Хорошая новость в том, что для этого не обязательно иметь профильное образование. Учеба в УЗИ по специальности не гарантирует, что человек сразу сможет работать в профессии. Слишком мало практики. Получить базовые знания в IT-школе можно за 6-12 месяцев, обучаясь без ущерба для основной работы. Углубленный курс с узкой специализацией займет еще 6-8 месяцев. Средняя стоимость базового курса на рынке составляет от 180 тысяч рублей за 12 месяцев. Углубленного от 100 тысяч рублей за 8 месяцев. То есть 10-18 тысяч рублей в месяц. Это дохера, я согласен, и нам это не подходит. Поэтому мы будем учиться дома, оплатить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Мы не намерены. Так что же нужно знать и уметь начинающему хакеру? Знать основы программирования. Можете для примера выбрать питон и пройти небольшой курс, чтобы понять основы. С легкостью проходить математико-логические тесты. Например, TalentQ. Это в том случае, если вы хотите быть нормальным хакером. Здесь, если что, тоже в любой момент можно подтянуть знания. Быть внимательным. На самом деле, этот пункт подойдет практически к любому занятию. Где-то невнимательность приведет к тому, что тебе палец отрежет. А здесь ты просто спалишься или провалишь свою затею. В зависимости от того, что именно ты собираешься делать. Знать английский. Да, это очень желательно, так как большинство литературы и уроков в этом направлении на английском. Я, конечно, расскажу, где достать и на русском, но в будущем все равно английский потребуется. Не только в хакерстве, но и в обычном программировании и многих других специальностях. Иметь базовые знания Linux, IP-адресаций, статической маршрутизации. То есть, знать, что такое интернет-сети и как они работают. Давайте теперь я расскажу, где достать нужные знания. Я уже снимал видео про курсы, но упомяну еще и здесь. Есть много хороших курсов, которые могут сделать тебя хакером. Они научат тебя базовым знаниям хакера. Интернет-протоколы, инструменты анализа трафика, инкапсуляция трафика, канальный уровень. Научат пользоваться Linux, обеспечить анонимность. Научат вычислять людей, в том числе и других хакеров, вплоть до местонахождения. Научат социальной инженерии, расскажут, как пользоваться криптой. Взламывать Wi-Fi, искать уязвимости в оборудовании и аппаратуре и так далее. В принципе, все, что нужно знать хакеру. Эти курсы обычно стоят очень дорого. Например, вот известный автор хакерских курсов, Пластик. Заходим на его сайт, сейчас цена курса 50 тысяч рублей. И это со скидкой. Но ведь, когда его пройдешь, наверное, захочется еще курсов. Это ж сколько денег нужно иметь. В этом случае вам поможет человек, очень похожий на меня. Который сливает эти курсы и уже сделал хорошую подборку с курсами, которые помогут тебе стать хакером. Включая тот самый курс от Пластика, который стоил 50 тысяч. В придачу там есть курсы по английскому языку, да и многим другим языкам. А также программированию на всех возможных языках, видеомонтажу, фотошопу, созданию игр и так далее. Более 40 тысяч курсов по разным направлениям. Курсы от Скиллбокса, Скиллфэктори, Нитология, Юдеми и так далее. И знаешь, сколько стоит доступ ко всем этим курсам? Всего 500 рублей. Да, раньше цена была и вовсе 300 рублей. Но так как был большой наплыв и доступ купили уже больше 700 людей, пришлось взять еще людей в команду и цена поднялась. Как купить доступ ко всем этим курсам? Просто заходите в описании этого видео на YouTube канале Фландерс, то есть где вы сейчас смотрите, и ищите там ссылку на продавца курсов. Либо спускайтесь в комментарии и смотрите закрепленный комментарий. Там есть логин этого парня в Телеграме. Мистер Грей Админ. Пишите ему в личку и покупаете доступ. Он принимает деньги через Киви, Яндекс.Деньги, на карту и многое другое. Если не можете его найти по каким-то причинам, то переходите в Телеграм-канал Фландерс, и там в описании есть его логин. Вот этот. Мистер Грей Админ. Так вот, в этом видео я упоминал, что есть платформы, где компании платят обычным пользователям за то, что они найдут уязвимость в их цифровом продукте. Вот несколько таких сервисов. Backroad. Это одна из крупнейших платформ для легального взлома. На данный момент на ней зарегистрировано более 22 тысяч хакеров, а сумма выплат превысила 1 миллион долларов. Известные клиенты это Microsoft, Western Union, Tumblr, MasterCard, Pinterest. Как это все работает? Регистрируйтесь, заходите на страницу программы, знакомитесь с условиями, ломаете систему, пишете отчет, получаете перевод в следующую среду. Cynac. Это первая из подобных платформ. Отличается серьезным подходом к подбору хакеров. Необходимо зарегистрироваться, отправить резюме, пройти тесты и интервью. Среди особенностей факт единовременной выплаты в размере 30 тысяч долларов. Известные клиенты это Министерство обороны и Налоговое управление США. Как работает? После того, как вы запишетесь в Red Team, задания будут приходить автоматически, выплаты в течение 24 часов. HackerOne. HackerOne известна благодаря самому большому количеству вознаграждений. На данный момент сумма достигла почти 20 миллионов долларов. Ломать придется API и приложение для iOS и Android. Известные клиенты это Uber, Yahoo, Starbucks, Adobe, Snapchat, Министерство обороны США. Как работает? Регистрируйтесь, подписывайтесь на задание, находите баг, отправляете отчет. Максимум через 7 дней получаете вознаграждение через PayPal. Cobalt. Молодая платформа для небольших компаний. Больших выплат здесь нет. Фиксированная вилка это 100 тысяч долларов. Известные клиенты это Vibli, VIX, Nexmo. Как это работает? Регистрируйтесь в качестве тестера. После выполнения задания необходимо отправить отчет установленной формы и ожидать оплаты до 30 дней. Деньги вы получите через PayPal или криптовалютой. Благодаря таким хакерским платформам вы можете проверить свои знания, не приступая к черту закона. Кроме того, это очень весело. Где еще вы сможете легально взломать сайт Министерства обороны США, да еще и получить за это несколько десятков тысяч долларов? Дело за малым, найти брешь в безопасности. А чтобы суметь это сделать, нужно только учиться. Думаю, что на этом можно остановиться, но не спеши вырубать видос. Неужели я сря подбирал музыку для завершения видео? Кстати, если ты досмотрел до этого момента, скажу, что я ищу людей в команду, которые будут проверять схемы заработка. Все расходы, необходимые для теста, я беру на себя. Все заработанные деньги по схемам заработка, которые, собственно, вы и заработаете, вы оставляете себе. Если вам это интересно, напишите об этом в комментариях. Также не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, нажать на колокольчик, подписаться на телеграм-канал и, наверное, все. Можете еще глянуть какие-то другие видео на этом канале. А я ухожу. Ухожу красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok